Всем привет, ребята, добро пожаловать в новый влог, и вероятно, что это влог, ну не родов, конечно, потому что я не планирую их снимать, прям вот показывать вам всё там, да, это не моё немного, но это, наверное, тот самый влог. Короче, я пришла от своего врача где-то минут 30, наверное, назад, и она мне сказала, езжай в роддом, и пусть там тебя посмотрит, в общем, ещё один врач, который уже решит оставлять тебя в роддоме, или всё-таки ещё походить и прийти в другой день, потому что раскрытия там у меня как бы никакого нет, но срок, в принципе, такой, что можно уже и как бы заняться родовой деятельностью. Вот, так что, да, сейчас мы, в общем, едем с Валерой в роддом, Валер да поет со мной, врач мне сказала, ты пока что не бери вещи, ничего, их зря таскать, потому что вдруг тебя всё-таки отправят ещё домой, а если уж оставят, Валера потом вещи довезёт. В роддом-то уезжать уезжаем, а видосик на рендер поставили, это новое видео на основной канал, рендерится у меня, если меня положат, его просто Валера выложит, если не положат, то я ещё успею. Вот, так что работа работается, дела делаются, несмотря на все обстоятельства. Вчера, позавчера, кстати, искала себе ещё монтажёра, с двумя девушками списалась, вот, что-то одна мне перестала отвечать, не знаю, хотя я говорила, что вчера ответит, но что-то не ответила, ну ладно. Со второй списались, короче, следующий свой видос, который на основной канал буду снимать, наверное, скину на монтаж ей. Заодно посмотрим, подходим ли мы друг к другу, услышала ли она меня, ну, понятное дело, что не какое-то там пробное у нас будет видео, всё равно, естественно, оплата полная, сколько она берёт за видео и так далее, потому что это всё равно работа. То есть я не из тех людей, которые такие, давайте посмотрим, что там вот подходит мне или не подходит, давайте первое видео, там, не знаю, бесплатное со скидкой, нет. Всё всё равно по полному прайсу, но вот, да, посмотрим, прислушаемся друг к другу, что у нас вообще из этого получится. На стендапсисе здесь, смотрю, сижу, всё пускает, пускает листочки, но скоро уже прям маленькие, наверное, пойдут, потому что холодное время года наступает. Ой, ладно, ребята, вроде как-то волнуюсь, а вроде бы нет, ну, понятно, такое, знаете, состояние, конечно. Так, мы уже на месте, рассказывай, что у нас за дела. В общем, меня сейчас положат, чтобы наблюдать за моим давлением, за моим состоянием и чтобы начать подготовку к родам. Вот так вот сказала врач. Ну, подготовка от нести, брат, сиди дальше? Нет, просто пока будут наблюдать за давлением моим состоянием, ещё раз пересчитаю, там, все сроки, все подограния. Вот, пока что меня хотят положить в отделение патологии, но это не значит, что типа что-то плохо, просто минуты для наблюдения. Вот, а сколько я там буду лежать, ребят, я не знаю. Ну, то есть я пока что не в отдельную палату, но надеюсь, что там не 10 человек будет. Блин, что очень странно, что я не в отдельную палату. Типа, сервисная палата, это получается только после родов, что ли, тебе дают? Правильно. Случается так. Ну, это не очень круто. Ну, ладно, короче, идем. Сейчас мне надо будет Наташу привезти вещи, когда она залезет, все эти сумки прозрачные. Ну, а меня, естественно, пригласят только тогда, когда начнут сами роды. До этого в больницу не пускают, сейчас такие правила, там, я не знаю, чтобы меньше всякой заболеваемости было в больнице. Пойдем. Не думаю, что я буду там, естественно, влог снимать в этом отделении. Это, скорее всего, уже будет просто когда, ну, после самих родов и так далее. Ну, может быть, чуть-чуть обстановку посниму, не знаю, ребят. Все, забегай. Короче, ребят, здесь будут мои комментарии, которые я снимаю, уже, естественно, там, выписывшись дома. А в дородовом отделении я провела, по-моему, то есть понедельник, вторник, среда, четверг. И вот с четверга на пятницу у меня отошли в отдых. Кто читал мой телеграм-канал, там у меня есть подробная вообще история, подробно текстом я прям вывесила, как и что у меня проходило, по хэштегу уроды это возможно найти. Я, конечно, еще не сделал там навигацию, но, короче, вот так. Итак, последние новости. Все-таки Наташу оставили там на осмотр, она там залегла уже в палату, оформила документики, а я приехал домой за сумками. Сейчас обратно я ее везу. Тут еда и всякие вещи, которые у нас собирал для мелкого, не для мелкого, а для себя там. Косметику, конечно. Тоже надо взять. В общем, блин, весит они. О, как нормально. Все, сейчас отвезу и будем смотреть, что там как дальше пойдет. Сколько там она будет лежать тоже я не знаю, но надеюсь, все это продлится не очень долго и, в принципе, уже очень скоро встретимся с малышом. Так, Валера приедет мне сумочки и остаюсь тут. Там, короче, народ вообще офигел от тяжести. Но их же нельзя с мамой принести и на Ташу кладу поставить. Я их просто поставил, а они такие, дико, дико, дико. Мне же с собой перешепкают уже ночью. Но там в основном вес придает, естественно, вода, сок, то есть вот жидкости все эти. Тяжело весит. Мне сегодня за день получается три раза был осмотр. У меня прям болит даже. Ну, может, отводится быстро, быстро что-то. Все, болит, поехала на работу, а я пошла. Как жаль. Кома, ты приехал? Ну, все, подойдите. Я уже в столовой. Я уже в столовой, я его так понюхала. Ну, это типичная тема в больничках, мне кажется. Так, ребят, я оказалась дома на следующий день, но заехала буквально на полтора часа, потому что заехала... Могли душ нанять. Да. Ну, короче, заехала голову помыть, приняла душ. Там душевая так себе, конечно, в этом дородовом. Надеюсь, что в сервисном будет уже более-менее. У нас тут соседи ремонт ученили по полной проблеме. А еще? А еще? Пока Наташи не было, вот тебе нам приехала. Пока Наташи не было. Опа-на. Нам приехала коляска. Каляска, вот уже Фиффи ее опробую. Фиффи уже вовсе на коробках, да. А коляска Танекс. А тут, наверное, сама сидишь. Мы будем распаковывать уже, наверное. Либо когда Наташа вернется, либо... Либо Валер распакует. А потом просто уже отбор. Да, потом уже в действии посмотрим. В общем, вот доставка была только что. Так что пока я там лежу в роддоме, дома дела тоже делаются. Сторож. Все, я, короче, сейчас погнала обратно. Мне сегодня будет вешать монитор. Сутки буду ходить. Короче, ребят, лежу в палате одна. А соседка у меня ушла домой. Но вечером вернется. Мне, короче, приделали вот этот вот аппарат давления мерить. К сутки. К моему квесту. Если вы подписаны на телеграм-канал, вы знаете про квест. Как мы это уже называем телеграм-канал. Я с мочой. Добавился теперь вот. У меня это давление. Это мне до завтра ходить вот с этим аппаратом. Вот он у меня. Вот. Замеры делает каждые полчаса. Но что-то такое ощущение, как будто бы чаще. И очень больно. У меня вот эта рука вся краснеет. Ну, кисть руки краснеет. И очень сильно отдуваются вены. Прям очень. Вот. Ночью он будет мерить каждый час. Завтра у меня другой анализ на мочу. С утра. Сегодня я собираю в трехлитровую банку. Сутки. До шести утра. Завершнего дня я собираю в трехлитровую банку. А завтра тоже с мочой. Веселуха. Но немножечко другая. Если бы я сразу приехал в роддом с схватками, я бы сразу уже отправили на роды. И вот этого всего не было бы. Но я все это застала. И уже почитываю книжку. Ребят, не поверите, но это уже следующий день. Почему не поверите? Потому что я лежу в той же поде. И все еще с этим аппаратом. Да, мне бы, кстати, сниму где-то через час. Ну вот. Пошло дело. Послушайте этот звук. Короче, мне сейчас очень больно вставать будет. Потому что сегодня у меня был осмотр на кресле. Он был очень-очень болезненный. Вот у меня телефон сейчас садится. 2% зарядки. Я не могу заставить себя встать, чтобы поставить его на зарядку. Надо бы. И меня сейчас навестит Валера. В общем, я как только сюда поступила, у меня был осмотр на кресле 2 раза. И сказали, проверим еще через день. И вот сегодня. Меня сегодня смотрели, как это там некоторые называются пристрастием. Я не знаю, это просто так называют в народе или что. Ну, короче, усиленно прям смотрели раскрытие. Там сейчас 2 пальца. Фух. Что у меня аж в один момент потемнело в глазах. У меня искры буквально из глаз посыпались. Как это было неприятно и больно. Я прям начала так дышать тяжело и кряхтеть немножечко. Но зато, зато мне сказали, что мне не нужно пить никакую таблетку. Потому что у меня, короче, фишка-то какая. Сейчас я вам объясню все. Все-таки поставлю вас на зарядку и расскажу историю. Я вижу в окно Валеру. Вылезает из такси. Ладно, короче, пошла я к Валере. Ой, чуть-чуть у меня живот пройдет. Расскажу вам, что к чему. Ой. Он мне привез ножку. Пойду приму. Приехал Валера и привез меня. Оп. Очень межливающий пресс. Ну, запрос поступил, запрос попал. Да, это чтобы сгладить. Чтобы немножечко сгладить мои мучения. Потому что у меня сейчас ощущение как будто супер-супер болезненный, месячный. Кофеечек-то. Ой, ребят, все, сыпется из рук. О, мой ж, блядь. Итак, ребят, фрагмент, который я вам не досняла. Фух, я слежу, потому что у меня, да, болит живот, поясница идет. А что мне хотели делать-то из того, что у меня матка? Ну, типа, сама не готовится. Там все по нулям. Мне сегодня хотели давать препарат. Который, ну, поможет расширяться. Ой. Вот. Врачи, в принципе, на это были настроены. Вот. Меня уже предупредили об этом. Сказали там и так далее. Мол, начнем. Ну, я сегодня пришла на осмотр. Они меня посмотрели и сказали, а вам не надо. У вас пошло все-таки само. И осмотр был такой прям больной. Должно еще дальше расходиться. Дверь распахиваться. Окна, ставни. Вот. И мне сказали, готовьтесь, если что. Точнее, меня спросили. А как вы насчет рожать в пятницу? В пятницу это послезавтра. Я говорю, я хороших. Говорят, ну, ориентируемся на нее. То есть у меня вот завтра четверг. И послезавтра пятница. В какое там время дня, ночи, утра, я не знаю. Это уже как организм мой, видимо, решит, да? Может быть, вообще все раньше случится. Я не знаю. Но главное, что с мертвых точек все сдвинуто. Оказывается, лежу, читаю Джанейр. Сегодня у меня не было сил даже ресницы накрасить ничего. Думаю, завтра себя как-нибудь приведу в порядок. И если завтра у меня не будет очень сильных болей в какой-то момент днем, и если я смогу адекватно существовать, то я бы, конечно, очень быстренько съездила домой, помыла голову и вернулась. Но это, естественно, я все буду согласовывать с врачом. То есть никакой самоволочкой тут заниматься я не собираюсь. Если скажут ок, отлучись на полтора часа и обратно, то съезжу. Нет, так нет. Вот. Так что, да, держу в курсе. Поснимаю вам вот такие вот фрагментики. Скоро будет ужин. Он здесь, кстати, вообще где-то в пять вечера. Он здесь очень рано. Вот, думаю, сходить с компотиком. Просто заваленная тумбочка. Сок, который мне Валера привозит. Самокатный. Тут всякие увлажнялки. Тайгер у меня с собой. Короче, надо прибраться. Что-то тут вообще какая-то веселуха пошла. Больше кусочков дородов на телефон не было, ребята. Это вот были сейчас последние. Там были уже только после того, как я родила. В общем, хоть мне и запланировали роды на пятницу, но все началось раньше. Все началось с четверга на пятницу. Да, вот именно воды у меня отошли где-то около 12 часов ночи. Четверг. И все, меня уже повели, в общем, рожать. Так что смотрим дальше. Так говорю, как будто репортаж, блин. Ну ладно, в общем, ребята, смотрите дальше. В общем-то у нас сейчас уже на часах 3 ночи. 19 число. Наташа сказала, что все начинается. Я, конечно же, уже собрался. Я уже тут на этих... На чемоданах, так сказать, уже сижу, я не знаю, часа 2-3 жду от нее отмашки, когда ехать. Потому что ей там, походу, делали эпидуралку пока. И что-то еще какие-то осмотры проводили. Вот. Она сказала, типа, я напишу, когда уже можешь ехать. Вот. Настало время. Так что сейчас я поеду к ней и будем дальше смотреть, ждать малыша уже очень скоро. Я думаю, наверное, 19-го он как раз и родится. В маме на день рождения. Она прям уже очень этого ждала. И все-таки, ну когда, когда, когда? Ну что, можешь все-таки до моего дня рождения Наташа дотерпить? Ну, походу, походу так и будет. Так что следим за новостями. Блин, офигеть, не верится, что сегодня у нас будет сын. Это вообще, это прям... То есть я уже через, я не знаю, не через пару часов, наверное, но чуть попозже уже просто буду держать на руках маленького человека. Да, вот это вот, это вот, конечно, ход. Фифи, ты чуешь? Чуешь, куда я поехал? Жди новостей. Ну она тоже целый вечер сейчас крутится, крутится, как будто подозревает, что что-то происходит такое. Ладно, все, надо выходить. Так, вы уже на месте оказались. Я у вас все оружие тест сдал, все нормально, но на всякий случай маску нацепил. Кто у нас тут? Как дела? Рассказывай вообще. Что лучше? Много не договорю. Вот, чиху, держишь. Лучше сиди на месте. Тут аппаратики подключили. Короче, это такая прям... Цивильная палата. И Наташа тут одна. Как мы и думали. Что, прям сильно ощущались схватки, если до этой эпидрольной штуки? Ну, много сильнее были, да. Сейчас такое ощущение, что просто очень сильно давит на таз. И очень хочется, что это больше. Врач сказал, что все вообще идет своим чередом. Типа, все хорошо, схватки хорошие. Так что... Я думаю, утром все решится уже. Я вам, ребят, попозже расскажу, как все началось. Сейчас у меня просто... Я не буду сейчас с силы тратить. Я расскажу, когда... Ну, это было какое-то еще. Но интерес началось, конечно. Очередная порция новостей. Ну, выключили свет. Сказали, надо подремонтир ослабиться. Набраться сил для финального рывка. Ну, получья они предполагают, что есть. Раскрытие 5 сантиметров. Или 4. 5 сантиметров. Короче, да, вот сейчас, я не знаю, удастся или не удастся, Наташа. Маленько вырубится хотя бы на полчасика. Так, следующее включение. Время у нас 11 утра уже. Наташу там обучают схваткам, как правильно там действовать, так сказать. А мне сказали, иди пока отдохни. Сделали мне кофе. Вот я сижу. Сейчас маленько взбодрюсь. Пойду проверю, что там, как обстановочка. Конечно, сложно. Эпидуралка уже не действует, новую не ставят. Типа, все. Таким очередом идет. Конечно, хочется, чтобы уже повыстрее завершился этот процесс. Потому что переживать сегодня за Наташу. Потому что ей прямо больно. Ну, типа, это естественно, и никуда от этого не деться. Вот, как есть. А еще мне предложили перелезать по повину. Я, конечно, согласился. Это же какой экспириенс вообще. Это может быть первый и последний раз в жизни. А если мы, конечно, еще детей не надумаем потом. Но Наташа сказала, что пока что все, я пас после таких ощущений. Пошло немного не по плану. В итоге никак не проходит голова. Потому что, как врачи объясняют, ребенок лежит перевернутый в другую сторону. То есть, вариант делать только кесарево сечение, чтобы ребенок родился здоровым, так сказать. Вот, Наташу увезли. Я сижу, жду. Сказали, мне принесут малыша, когда там все это операции пройдет. Но в любом случае, я верю в лучшее. Так что все будет окей. Поэтому. Мне очень нравится, конечно, сидеть в неведении. Хотелось бы присутствовать с Наташей вместе. Но меня не пустили туда на операцию. Понятное дело, что должна там стерильность все-таки, наверное, сомневаться какая-то. Такие разрезы всякие. Сижу, жду малыша. Должны сюда, прям, в эту же палату принести. Ко мне сейчас заходила врач. Сказала, что родился. Сказали, хороший Виктор родился. Фух, я прям... Сейчас там переполняют эмоции. Вот, жду, когда принесут. Итак, я за маму. Опа-на. Опа-на. Кто тут у нас? А, у нас тут... Малыш Виктор. Он какой красавец мужчина. Пока Наташа там, в общем, в операционной. Принесли мне малыша. Что-то вместо того, что он с мамой сейчас, он хотя бы с папой сейчас будет. Офигеть, это просто... Какие-то чувства. Я даже не знаю, как это выразить. Просто новый человек. Новый такой маленький человек. Офигеть, как... У Наташи похож. Так, это включение со следующего дня. Сегодня мы уже зайдем в палатку Наташ. Они там уже сидят на себя. Так что... Сейчас узнаю, как делишки. Что-то плачет. Здрасте. Здрасте. Я... Валерий приедет, приедет с точки. Специально такого мелкого размера, чтобы соразмер не было, да? Да. Спится. Маляется. У нас такие красивые. Полководых. Ну а что поделать? Да кровь, я не знаю, как она тут. Отойдет. Да пыльфузи. Наташа, даже в палате нету сожжителя никакого. Да, телек есть. Слушай, вообще тут... Чай не могу не забрать. Все как надо. Холодильник, микроволюшка. Сейчас, в общем, да, заходила медсестра, которая занимается новорожденными. Рассказывает, что да как, советы. В общем, да, это. Ей показала Валерия. Брать на руки. Да, показала Валерия, как брать на руки. Как класть тоже вроде рассказали. Вот Валер сидит, развлекается пока. Ну как ощущения-то? Своего родного. Блин, мне смеяться больно. Покажется. Мне вообще пока говорить, это погромче больно смеяться. Причесон небольшой имеется. Чихает. Как мне говорили, Наташа, у тебя есть жога, так что? А ребеночек будет волосатенький. А, так как-то связано, что ли? Да это по Вере какие-то такие опять непонятные. Ну реально смотришь. Ну вот, волос есть, там на затылке. Так вообще у него прям много волос, там прям погуще уже. А я, по-моему, вообще лысый родился. Ты лысый? Да, и долго волос не было. Мама там какие-то даже приколы с детства рассказывала. Что я там переживал, вспугал. Но брат растут, а у меня не растут. Ну вот тут он сразу с причесоном. Так, мы уже произвели переодевание, подмывание, кормление. Да, нам показали подмывать, как подгузник надевать. Но сегодня это показала врач. Ну чего, чего. А завтра уже попробуем сами по очереди. Мне страшнее всего подмывать пока что. Потому что так над раковиной держать. Ну а типа вот так вот прям в охапку хоба. Да, как жучка какого-то. Я прям боюсь, ребята. Ну понятно, что приноровишься, да, рано или поздно. Но пока что вот первый раз страшно. Прям страшно. Думаю, не выскользнула бы из рук или еще что. А вот этот вот костюмчик мы летом с Валедой покупали. Два, это самые маленькие, по-моему, размеры. Да, он оказался мал просто. Он ему маловат, да. Походу он в батю пошел просто. Отлично. Короче, я в принципе это понимала, что это ненадолго. Тут несколько раз надеть. Но что прям сразу уже маловат. У него прям не хватает вот здесь длины. Все в натяжке. Да, ну он как бы у него не зажатый, но все-таки это... Короче, я не знала, что даже вообще вот так вот не хватит. Ну вот. Хотя он мне кажется большим, да. Там-то дело, он вроде бы... Он длинный оказался. Удлиненный, да? Да. Да, блин, ну он мне кажется длинный. Он нормальный, маленький. Где он длинный, да? Далее ему свободу действий пока что. Да, а то он был весь завернутый, весь как этот... Сейчас хоть да, стало посвободнее тело. Рукам, ногам. Ну что, на тебя похож все-таки? Не знаю, мне кажется, на бабушку. На Зое Яковлевну. Это моя бабушка, которая... Ой. Мама, папа, в общем. Я как-то вот вижу ее черты как будто бы. Ну а если из нас от двух, я или Валера, ну наверное меня все-таки больше. Да, на меня пока что вообще сходство не вижу. Может попозже проявятся какие-то, но... Может быть. Пока что нет. Пока что то, что длинный проявляется, да? Ну да, так вот. Потому что Валер-то высокий. И тем временем, ребят, принесли ужин. Кстати, вот эти роддомовские макарошки, назовем их так, вкусные. Мне прям нравятся. А еще мне нравятся у них, знаете... Сейчас же мне приносят палату, после родового. Мне у них очень нравятся кружечки. Смотрите. С незнайкой. А потом, значит, здесь обе кружечки с незнайкой. А вчера были с Буратино. Это кусочек из следующего дня. Валера снова пришла меня навестить. Сидит отец. Да, корм сделан. Да. Мелкий спадал. Короче, Валера еще принес инстекс. И решили несколько фоточек сделать. Ну, вообще будут на память. Надо их куда-нибудь, не знаю, подклеить. Или какой-нибудь фотоальбом. Ну да. В принципе, можно вот этот вот фотоальбом, который... Типа первый год жизни. А. Либо какой-нибудь просто общий семейный. Короче, смотрите. Вот так вот Виктора сфоткали. Вот так Виктора сфоткали. Ну, в принципе, поза такая же. Валера тоже просто его ко мне подвинула. Да. На самом деле у меня здесь отошла уже обезболивающая все. Я тут еле-еле вот так вот прилегла уж как могла. Уже прям все болело после этого. Да, мне уже сделали укол. И вот такую фоточку еще сделали. Я хотел вот эту пленочную вообще притащить, а ватарики у меня сильно. И смотрите, у нас какие-то здесь эти рамочки лилой стич. Короче, такие вот фоточки на память будут. Вот, опять руки я разделала. Ну-ка. Смотри, какая-то поза странная для сна. Он еще ими дергает вот так вот раз на сторону. Это хайк. Разводит резко. Так, ребят, камера в логовой тоже садится. Завтра еще, может, чуть-чуть поснимаю. И этот влог постепенно соберу по частичкам со своими, наверное, всякими комментариями. Син, здравствуйте. Так, сегодня следующий день. У нас последний день, как Наташа находится в больнице. Завтра, по идее, должна быть выписка. Она уже хочет быстрее домой сбежать. Видимо, надоело там в больничке. Хотя персонал хороший, но все-таки дома как-то поючнее, видимо. Я сейчас собираюсь к ней опять съездить, передать там вещи для выписки. Маленько из еды, там ягодки. Потому что ничего другое она не хочет почему-то. Но перед выездом я все-таки хотел распаковать кроватку. Ой, блин, кроватку. Коляску. Что-то мне не терпится. Ну и в целом просто эти коробки уже нафиг убрать. К завтрашнему дню, чтобы она тут просто стояла, уже готовенькая. Вот, но это будет такой, наверное, даже не обзор, просто как какая-то распаковка. Посмотрим по-быстрому в целом. А потом уже вместе с Наташей расскажем поподробнее, что-то как она функционирует. А еще хочу небольшое украшение сделать к завтрашнему приходу. Так сказать, добро пожаловать домой. Ну, чуть-чуть, может, источками там обрамлю вместо вот этой вот натяжки пока что. Вместо хэллоуинской. Может, шарик все докуплю. Ну так, чисто по минималкам. Вот, потому что, возможно, гости завтра зайдут после выписки. Родители мои, Наташины, брат с сестрой. Творческий беспорядок. Хочу заправить фотик, пленкой и отвезти к Наташе. Завтра маленько тоже выписку брательник поснимает. На пленочку. На Нистекс вчера засняли, теперь, наверное, на более серьезную аппаратуру. Очень классные цвета. Вот это прям мне очень нравится. Кодек Вижен 2. Кинопленка. Прям топчик. Это в Питере мне, в Фотолабе, в который я управлял, посоветовали. Я только до этого Вижен 3 использовал. Он сказал, типа, это еще более классное. Так что будем снимать. Вот, собственно, инсталляция готова. Все, теперь время распаковывать коляску. Начнем, пожалуй, с базы. Первые нас встречают колесики. Так, собственно, инструкции тут сразу. Базу решили вот в таком неокрашенном металле взять, потому что эта краска, она имеет свойство облупливаться. А это тут более практичный вариант. Ныряй. Ты же хочешь, я вижу. Долго-долго думаю. Так, так, топ. Готово. Вот все, что оказалось в первой коробке. Колеса нашлись, все нашлось. Это, походу, часть, одна из частей люльки. Ну, сидячая только. Ну и сама база. Сейчас установим колесики, посмотрим. На кнопочку нажимаешь, колеса снимаются. Все, база собрана. Так, на очередь вторая коробочка. Тут у нас, соответственно, люлька должна быть. Быстрее все раздербанить, расстаковать. Ого. Ну, вообще, статус прям. Суждая Виктора Валерьевича. Цвет шикарный просто. Та-дам. Все готово. Присоединяется прям очень легко. Вот на эти вот защелки с двух сторон. То есть можно одной рукой вот так вотчик. Ну, Наташа все потом будет тестировать. Надо остальное все доделать, разобраться и уже к Наташе ехать. Пипец, тут бардак дома, ну. Такая вот тема. Фехтер, ты ищешь, как в эту коробку, да, пробраться? Сложно, сложно, высокая слишком. Давай с дивана. Ага. Интересно надо этим наблюдать. Сейчас не вяжется что-нибудь. Стремно, что ли? Подсадить тебе? Новый день. Сегодня день выпуски. Погодка нифига не шепчет. Все дождь там, короче, такое все. Так что будем, наверное, дома праздновать. Сразу сюда приедем, не будем там на улице стоять. Вот, доделал украшательство. Нормально, по-моему, вышло. Осенние цвета. Листики добавил. Короче, вот какая-то такая тема. В общем, сейчас я жду Максима. Коллегу, друга. Вот, и едем с ним уже в роддом. Будем ждать Наташ. Закупил цветочки. Закупил конфетки врачам. Не знаю, если кто-то выйдет, надо будет передать. Все, последний кофеок жахнул на дорожках для бодрости. То есть, это я прям забегался маленько сегодня по этим магазинам, но, в принципе, такая прям воодушевленная суета происходит. Говорят, а ждешь Наташу? Ждешь Наташу? Скоро, уже скоро. Но не одна придет. Ники, а ты ждешь? Ники, пофигу, как обычно. А Фифи, куда ты запряталась? Я снимаю. Мы не хотим, чтобы все было жизненно, и никто не ставил вот так вот. Так что просто все сделают, что придет. Встречайте, супруга. Обнимайте. Так, господинайте. Принимайте долгожданное счастье. Наташи. Поздравляем вас, сыночка. Спасибо. Еще раз встретимся. Поздравляем вас. Растите здоровенькие. Поменьше вам бессонных ночей. Так, привет. Спасибо большое. Ура. Покажи. Так, по всем. Всем благодаря. Блажок, да? Да. Да. Глога меня расхватили. Спасибо. Спасибо. Ой, так закутали. Ой, симпатяга. Да, только мне кто-то классный теперь. Помогай. Да. Хорошо. Добрый. Боже мой. Спасибо большое. Спасибо. 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 В общем, мы потом покажу. думаешь и там рука то кончается ты борис ты или флорист и разводы на по сути оставляет все больше стылью в нем она слишком это симфония не плачет совсем не плачет все ребята у нас ушли гости ну как уже довольно давно я думаю что этот влог я закончу скорее всего завтра я вам еще поснимаю потому что хочется ставить может быть какие-то комментарии относительно вставить но перед каким-то кусочком потому что влог такой был но полон рандомных каких-то моментов немножечко сумбурный мне кажется он и не мог быть другим также я думаю снять отдельное видео распаковка подарков потому что да нам достаточно что-то всего подарили еще много цветов настанет тот день когда все они завянут и я буду максимально грустить потому что букет не один а штук шесть то есть мне в шесть раз мощнее придется грустить но пока что они все хорошо себя чувствуют конечно цветочки тоже покажу вам завтра наверное с утра я очень сильно устала просто очень сейчас валерная да поужинаем и собственно да увидимся с вами завтра уже говорила ребята возвращаюсь к вам на следующий день знаете вот какой-то октябрь в этом году неудачный я конечно люблю этот пасмурт там все но мне все-таки нравится когда идет чередование хотя бы иногда с солнышком чуть-чуть вот хотя бы ну или даже не солнце а просто такое ну более-менее что-то вот ясное что я не знаю не обязательно голубое небо и солнце но бывают средние такие темненькие а в этом году какой-то октябрь вот знаете сегодня ночью подошла в зеркало как ну машина покрыта уже слоем снега но дома такая темнота но в эти моменты конечно я сразу думаю какая бы темнота была на нашей прошлой квартире на первом этаже если тут-то кажется темно там прям вообще как в склепе ведь было а то здесь в сравнении то еще нормально как бы так малыш пока у нас здесь на диванчике я его покормила вот прикладывала к груди вот он у нас лежит здесь грета его охраняет старшая сестренка под присмотром у старшей сестры вот так он аккуратненько здесь бочком валера слетит я тоже хожу смотрю вот добро пожаловать домой и валера добавил клинок листочков здесь такая прелесть и он это все сам вырезал и не знаю ночью что ли сидел учитывая что он со мной в палате в роддоме тоже было довольно долго он приходил домой тут делал уборку короче все подготавливал еще и буквы вырезал просто супер муж какой-то в самом роддоме подарили нам вот такой подарок новорожденном Владимирской области и здесь всякое всячино для малыша ну для ухода за ним естественно вот здесь по-моему памперсы есть влажные салфеточки какие-то полотенчики я вот думаю может быть мне снять на все это обзор в шортс ну типа такой быстрый беглый или показать вам в следующем влоге просто как часть влога напишите как вот было бы лучше как вам было бы интереснее то есть включить это в видео полноценнее и как-то подробнее либо шортс а может и то и другое это будет зависеть уже конечно от того сколько это займет времени как быстро я это сделаю вот так сейчас выглядит кухонный стол этот букетик кстати от Валеры с такими нежными розочками гортензия тут еще но гортензия конечно быстро очень умирает блин опять мне грустить придется уже совсем скоро вот а вот этот букетик от Максима с Наташей смотрите какая капуста классная так хочется это все красиво сфотографировать это еще не все вот тут в углу тоже три букетика вот это кажется от Валерины мамы по-моему вот а какие еще от кого я уже ребят я настолько была потеряна что я даже не успевала понимать кто какой мне букет вручает в общем вот еще три букетика такие в уголочке мы их поставили в этот в увлажнитель воздуха дали просто воды ну потому что нет столько емкостей чтобы все это поставить короче да у меня стоит задача все это сфотографировать вот прям ну потому что уже два дня и они будут так себе какое у меня отношение к подарочным букетам надо сфоткать на память обязательно потому что негодность приходит очень быстро а тут знаете сфотографировала и она осталась с тобой навсегда и уже как-то не так грустно такая еще корзиночка цветов по-моему от Валерины тети от тети Оли вот очень красиво смотрите какая яркая желтая розочка вообще очень все смотрится сочно такой прям весенний как будто букетик несмотря на то что на окно потихонечку начинает все такое быть серым уже ну прям очень радуют оттенки ну и конечно еще много подарков которые я даже не заглядывала вчера уже не было сил сделаем это может быть вечером либо завтра наверно в следующем влоге я покажу что там в этих подарочках в следующем влоге Audience Корректор Компинета и выстраиваете как все все мы тоже хорошо мы Продолжение следует...